Розничный магазин Я расскажу вам, как правильно сейчас автоматизировать торговую точку. Дам рекомендации, которые, возможно, вам будут полезны в работе. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Я на все эти вопросы отвечу. Также в нашу компанию можно всегда обратиться за консультациями. Мы будем рады вам помочь. Итак, о чем же мы с вами сегодня будем разговаривать? Рассмотрим сам процесс автоматизации розничного магазина. Поговорим, какие же на рынке существуют программные продукты 1С, которые помогают нам автоматизировать учет в магазине. В продуктовом. На этом сегодня я буду делать основной упор, когда буду говорить о весовом, например, товаре. Или в любом другом розничном магазине. Также я помогу вам с вопросом, связанным с правильным выбором оборудования для торгового павильона или торговой точки. Обсудим комплектацию зоны кассы. Расскажу, как правильно выбрать оборудование для печати этикеток для весовых продуктов или для продажи какого-то штучного товара. Также поговорим о инвентаризации в розничном магазине, как его правильно проводить, с помощью каких программных продуктов можно фиксировать результат инвентаризации и как это правильно отражать с точки зрения бухгалтерского учета. Обязательно поговорим о законодательстве, как организовать продажи в соответствии с 54 ФЗ, законом о кассовом обслуживании. И с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Итак, автоматизация розничной торговли – это целый процесс или комплекс мероприятий, который включает в себя поставку в магазин оборудования, внедрение каких-то программных продуктов, с помощью которых будут работать ваши сотрудники, и с помощью которых вы сможете контролировать эффективность своего бизнеса. Какие же здесь есть проблемы, с которыми сталкиваются коллеги при открытии магазина? В частности, очень медленно и некачественно обслуживание покупателей в магазине за счет того, что нет специализированных решений и оборудования. Также в магазине может отсутствовать достоверный учет товародвижения, когда собственник не понимает, сколько у него товара пришло в магазин, сколько ушло, сколько находится на полках, и когда нужно пополнить ассортимент, товарную матрицу магазина. Также очень часто мы видим неграмотное управление ассортиментом и ценообразованием, когда рядом в магазине, например, цены значительно дешевле, и таким образом магазин не приносит той прибыли, которую от него ожидает собственник. Очень часто товар может оседать на складе, у него могут заканчиваться сроки годности, и, к сожалению, за счет этого бизнес несет убытки. Также достаточно распространенные проблемы связаны с злоупотреблением, ошибками персонала и даже хищениями. Вот это не весь еще список рисков, которые знакомы розничному бизнесу. Самое верное здесь решение, конечно, комплексная автоматизация торговли, внедрение программных продуктов, которые позволяют контролировать бизнес и правильно подбирать оборудование, которое помогает продавцу, складскому работнику ввести учет. Итак, мы сегодня говорим о небольшом магазине. Какова же комплектация небольшого магазина? Соответственно, нам нужен кассовый компьютер. Для мелкой розничной торговли можно выбрать терминал в виде сенсорного планшета, когда продавцу удобно с помощью руки, в частности пальцев, вводить на экран какую-то номенклатурную позицию, выбирая ее из списка. Вот здесь на картинке у нас представлен такой компьютерный кассовый компьютер. Да, и видно, как он связан с другими, другим оборудованием, о котором я сегодня буду рассказывать. Итак, первое, обязательно, это кассовый компьютер. Второе. Нам на кассу будет необходим фискальный регистратор. Что это такое? Это оборудование, которое печатает чеки с названием и стоимостью товара. Она хранит информацию и передает данные в налоговую. То есть фискальный регистратор, вот здесь на картинке, в частности, у меня представлена модель от ТОЛ-55Ф. Да, это прямая связь вашего чека, который вы пробили, с налоговой инспекцией. Третье. Сканеры штрих-кодов. Они считывают код товара и передают его на компьютер. Они понадобятся на кассе, чтобы добавлять товар в чек при продаже. И на складе, если мы принимаем товар и вносим его в каталог. Например, к вам от поставщика приехал какой-то товар в коробах. Вы скрываете короб и можете поштучно с помощью сканера штрих-кода этот товар приходовать к себе в программный продукт. То есть происходит определенный процесс, его часто называют пикингом, когда мы пропикиваем, по сути, каждую позицию товара, да, и она отражается у нас в учетной системе. То же самое происходит у нас и в процессе продажи, когда мы товар продаем покупателю. Мы подносим его к сканеру штрих-кода. Таким образом, система понимает, что данный продукт продается. Происходит реализация данного продукта, да, и пробивается чек. Если мы говорим о розничном продуктовом магазине, то, возможно, у вас будет какой-то в продаже весовой товар. Поэтому вам полезны будут электронные весы. Да, мы их используем для продажи товаров-развес. Они добавляют показания, определенный вес товара в чек. Также на кассе используется денежный ящик. Это место хранения наличной выручки, купюр и монет, потому что не все сейчас еще пользуются картами, и очень часто к нам в магазин покупатель приходит с наличкой. Вот для хранения данного вида оплаты мы используем денежный ящик, который открывается при пробитии у нас чека. Банковский терминал, он принимает безналичные платежи. Это связь с экварингом, когда вы проводите карту дебетовую или кредитовую, и происходит оплата с помощью карты. Также очень часто в магазинах используют дисплей покупателя. Это более современное оборудование, более удобное. Он развернут к покупателю. Мы на дисплее видим наименование продукта, который покупаем, вес, цену, стоимость и даже возможную уже скидку, когда у нас происходит оплата товара. Можно поставить в магазин компьютер-товароведа для учета товаров. Если мы с вами говорим о несетевой рознице, то есть о небольших продуктовых магазинах или каких-то универсальных магазинах формата у дома, то здесь надо понимать, что можно использовать программные продукты определенного бюджетного уровня с начальным функционалом, которые помогут нам автоматизировать наш бизнес и наши основные ключевые бизнес-процессы, такие как расчет с покупателем, бухгалтерский учет, управление товарными запасами, управление продажами и обеспечить безопасность наших продаж, плюс, вот здесь не указано на слайде, конечно, инвентаризацию, когда мы будем понимать, что у нас с вами из товарных остатков осталось в магазине либо в складской зоне. Сейчас я хочу вам рассказать о программном продукте 1С, который называется 1С-розница. Он как раз предназначен для автоматизации магазинов. Он существует в двух версиях. Версия базовая и версия проф. Какие здесь отличия? 1С-розница базовая предназначена для автоматизации павильонов в торговых центрах и каких-то небольших островков или небольших магазинов, которые ведут торговлю как продовольственной, так и непродовольственной группой товаров. 1С-розница проф. Это уже решение для более крупной торговой деятельности, каких-то, может быть, сетевых магазинов. Вот у меня указано объединенную в торговую сеть или для магазинов, которые совмещают несколько форматов. Соответственно, основные функциональные возможности данного продукта это управление продажами, закупками, запасом, складскими остатками, персоналом, ассортиментом и ценообразованием, и, что интересно, маркетинговыми акциями и формированием отчета по маркетингу. То есть мы с вами можем увидеть определенные какие-то бонусы, скидки на группу товаров, которые мы в данную систему заложим. Здесь достаточно интересно реализована автоматизация рабочего места кассира. Программный продукт обеспечивает оперативное формирование отчета для мониторинга и анализа показателей работы торговой точки. Полностью поддерживает требования 54ФЗ, когда мы говорим о формате фискальных данных. Работает с различным торговым оборудованием. Онлайн-кассы, ну и автономные, конечно, кассы, принтеры чеков, сканеры штрих-кодов, электронные весы, терминалы сбора данных, вот дисплеи покупателя, о которых я рассказывала раньше, ну и экваринговые платежные терминалы. Также система 1С-розница интегрирована с государственными системами учета товарообращения, такие как ЕГАИС, Меркурий и Честный знак. Настраивается она индивидуально под любые сферы розничной торговли и может применяться как автономно в небольшом магазине, да, так и связываться с другими решениями 1С, там, например, с бухгалтерией, если вы бухгалтерский учет ведете в 1С-бухгалтерии. Может быть связано с управлением нашей фирмой, может быть связано с 1С-управлением торговлей. Для чего? Очень часто в моей практике компании «Фронт» и «Бэк-офис» разделяют. Учет в магазина ведут на 1С-рознице, а данные из 1С-розницы передают в 1С-управление торговлей, которое является системой верхнего уровня, мастер-системы, где ведутся основные справочники, вся основная нормативно-справочная информация, складской учет и управление всеми магазинами централизовано. Теперь мы немножечко поговорим о оборудовании. В магазине любого масштаба от мини-маркета до гипермаркета касса по законодательству должна работать безостановочно в весь период открытия магазина. Начинается работа кассы с того, что сотрудник магазина открывает или закрывает смену. Вот система, которая представлена у меня здесь на картинке, это POS-система. Она имеет определенный набор портов, максимально адаптированных для подключения торгового оборудования. К ней можно подключить сканер, принтер чеков, весов, клавиатуру промышленного класса для удобства продавца. Теперь поговорим о комплектации зоны кассы. В зоне кассы очень важно грамотно спланировать размещение как оборудования, так и продавца, который работает с этой кассой. Надо заранее предусмотреть на стадии проектирования еще магазина, как у нас оборудование будет расположено, чтобы не возникло никаких проблем, в частности, там вопросов, связанных с электропитанием, потому что все оборудование, конечно, подключается у нас к электричеству. POS-терминал представлен на картинке ниже, о котором я сейчас говорила. Он может быть использован с дублирующим дисплеем для покупателя. Этот дисплей делает для покупателя покупку прозрачной. Человек видит, что он покупает, за какую цену, при каком весе и какая у него может быть, например, скидка, если он пользуется какой-то бонусной системой. Но для каких-то мелких покупок или небольших магазинов можно вполне обойтись без дублирующего дисплея. Это сэкономит владельцу магазина стоимость оборудования. Также на кассе мы используем фискальный регистратор с функцией отправки данных в ФНС. При его выборе следует учитывать производителя. Это говорит о надежности фискального регистратора. Также необходимо обращать внимание на скорость печати и ширину кассовой ленты. То есть если вы обращали внимание в магазине, чеки могут быть уже, шире. Это связано с функциями фискального регистратора и требованиями бизнеса. Обычно в каких-то там небольших магазинах чеки маленькие, в больших торговых сетях, где не экономят у нас на бумаге. Соответственно, там чеки большие, красивые, с полноценным таким текстом, даже, возможно, с каким-то логотипом компании. К посттерминалу подключаются весы. И у весов может быть панель для покупателя, на которой отдельно можно вывести для покупателя вес. Также в магазине используются 2D-сканеры. Они используются на каждом кассовом аппарате для проверки купюр. Банковский терминал. Если мы с вами в магазине платим картой, соответственно, у нас должен быть на кассе банковский терминал. Его можно приобрести, и также его производители сдают в аренды. В частности, какие-то банки. И то, что я вам уже рассказывала, комплектация кассовой зоны должна происходить с использованием денежного ящика для налички. Теперь поговорим о печати этикеток для весовых продуктов и штучных товаров. Самый простой способ обеспечить продажу весового товара – это установить на кассе самые-самые обычные весы. Товар на них взвешивается кассиром, а номенклатуру и позицию кассир может ввести вручную. Данный вид весов подходит для небольших магазинов, где номенклатура весового товара достаточно ограничена. Но есть как бы и более автоматизированные способы, которые подходят в основном магазинам с небольшим ассортиментом весового товара. Здесь весы подключаются к кассовому узлу и передают вес непосредственно в товароучетную систему, например, в 1С-розницу. Этикетки мы можем печатать как для весового, так и для штучного товара. Весовым товаром у нас считается товар, для которого в форме позиции номенклатуры установлен флаг весовой. При поддержке со стороны драйвера и товарного программного продукта весы способны получать от кассы цену товара и отображать на табло не только вес, но и также стоимость. То есть покупатель может увидеть не просто сколько он купил определенного товара, но и по какой стоимости. Не за килограмм, а уже согласно весу взвешенного товара на весах. Здесь облегчается работа кассира, и мы исключаем возможность ошибки при неправильном вводе веса вручную. Также кассиру нет необходимости считать данные визуально, упрощается комплектовка кассового узла. Весы можно расположить в принципе в достаточно любом месте, просто как бы обеспечить связь. Также имеется возможность печать этикетки с предпринятого логотипа компании или возможна печать термоэтикетки. Термоэтикетка более надежна, она позволяет использовать товар в каких-то климатических зонах. Если, например, у нас какие-то склады, где температура достаточно низкая, там мы можем использовать термоэтикетки. На экране представлено программный продукт 1СР Вознеса, где мы... интерфейс, где мы можем работать с кодами товаров. На скрине видно, что у первого товара есть определенный код, да, и мы можем посмотреть, что мы работаем с весовым товаром, да, где мы генерим код данного весового товара. Теперь поговорим о вопросе инвентаризации в розничном магазине. Инвентаризация – это очень важный процесс, когда собственник понимает, сколько у него товара осталось в торговой точке или в складской зоне магазина. Проводить, в принципе, эту процедуру можно на свое усмотрение. Какие-то магазины проводят ее раз в месяц и пересчитывают товар на полках еженедельно. В моей практике были случаи, когда магазины пересчитывали, например, мужскую одежду в первую неделю инвентаризации, женскую одежду во вторую неделю инвентаризации, детскую одежду в третью неделю инвентаризации. Полную инвентаризацию делали только раз в месяц. То есть правила инвентаризации здесь задает сама компания. Однако ИП и те компании, которые ведут бухгалтерскую отчетность, должны обязательно ее проводить. Для инвентаризации также есть готовые программные решения от 1С, которые можно использовать. В частности, 1С-розница. В 1С-рознице инвентаризация всегда начинается с создания приказа на инвентаризацию. Заходим мы в интерфейсе программного продукта в меню «Склад». Выбираем пункт «Приказы на пересчет товаров». Вот у меня отмечено это на картинке. Дальше создаем новый приказ и заполняем в данном приказе все основные поля. Период проведения инвентаризации, «Склад» и «Магазин». Также надо выбрать условия отбора товарных номенклатур. То есть редактируем настройки. Настраиваем правила отбора товаров для инвентаризации. Мы можем, как я сказала, проводить ее, например, по какому-то гендерному признаку. Можем проводить, например, сегодня мы считаем какие-то продукты, например, бутылки в магазине, а завтра считаем, например, какие-то коробки. Например, по такому признаку. Или отдельно проводим инвентаризацию алкогольной продукции или, например, сигарет. В выпадающем меню выбираем отбор, выбираем полную инвентаризацию. И вот смотрим, что у нас здесь представлено на примере. Для примера в 1С мы создадим отбор по пересчету товара, который находится в одной товарной группе. В нашем случае мы выбираем группу с безалкогольной водой и соками. Нажимаем кнопку «Создать» в окне выбора отбора и заполняем наименование нового отбора, указываем схему компоновки данных, в нашем случае произвольно. После заходим в меню редактирования. На основании приказа создаем перерасчет товара. В этом созданном документе переходим во вкладку «Товары», где должна уже отображаться все наши товары, которые мы выбрали для инвентаризации. Заполняем цены по себестоимости. Нажимаем кнопку «Провести», не закрывая отсюда окно, для сохранения своих настроек. Печатаем накладную, по которой будем проводить инвентаризацию для продавца. Дальше с этой накладной мы идем в торговый зал или складское наше помещение и пересчитываем товар и записываем фактически товарный остаток. Заносим в 1С-розницу полученные результаты в наш документ уже с пересчета. Здесь, если вы видите, у меня указано фактическое количество, например. Да, вот результаты инвентаризации. Вводим, что мы по факту обнаружили у себя в складской зоне или на полках в магазине. Когда мы все данные ввели, переходим на вкладку «Главное», изменяем статус документа на «Выполнено», проводим данный документ в системе и закрываем. Дальше нам необходимо решить, что мы будем делать с недосдачей или с излишками. Недосдача нам списать, а излишки необходимо в системе оприходовать. Заходим в меню «Склад», «Приказы на перерасчет товаров» и здесь открываем наш последний приказ. На его основании мы создаем списание недостатков или оприходование излишков. Все эти действия выбираем в выпадающем меню. Да, вот здесь у меня, например, в приказе указано, красным подчеркнуто оприходование товаров, а желтым выделено списание товара. В этих документах мы выделяем все позиции товара и задаем им цену по себестоимости, чтобы списание было у нас не по розничной цене, а по той, по которой мы фактически купили данный этап. Если открывать связанные документы, то мы можем увидеть, что у приказа внутри системы есть три связанных документа. Это пересчет товаров, списание товаров и оприходование товаров. Каждый из них можно отдельно открыть, изучить, проверить все данные, которые внутри системы внесены. Также можно распечатать сличительную ведомость, доступную для печати в выпадающем меню. Что такое сличительная ведомость у нас в бухгалтерии? Это документ, который отображает недосдачу и излишки фактических остатков, с учетом фактических остатков. Также можно отслеживать все отклонения в учете с помощью сличительной ведомости. Дальше мы меняем статус у приказа на выполнено. Мы с вами инвентаризацию уже провели и проводим данный документ в системе. Также я хотела сегодня обратить внимание на организацию продаж в соответствии с 54-м федеральным законом. Это закон о применении кассово-контрольной техники. Итак, уже в 2021 году у нас заканчивается отсрочка по онлайн-кассам. Основные изменения здесь коснулись технической составляющей кассовых аппаратов. У нас теперь внутри кассы обязательно должен использоваться фискальный накопитель. Данные о каждой продаже и о каждом пробитом в магазине чеке в режиме реального времени передаются фискальным накопителям по сети интернет-оператору фискальных данных, а затем оттуда передаются налоговые органы. Каждый кассовый аппарат должен обеспечить возможность передачи чека покупателю в электронном виде. Мы можем этот чек получить с вами либо на номер мобильного телефона, можем получить его на e-mail, если есть такая техническая возможность. Соответственно, это требование к кассовому чеку и бланку строгой отчетности. Вот здесь на примере у меня приведен чек, который можно получить по почте или по мобильному телефону. Для того, чтобы поставить на учет кассовый аппарат и чтобы он передавал данные в налоговую, предприниматель должен зарегистрировать личный кабинет на сайте налог.ру. Дальше он должен оставить заявку на проведение фискализации кассы и подписать эту заявку своей электронной подписью. После того, как налоговая получит эти данные, она отправляет налогоплательщику регистрационный номер, а в аппарат вносит данные по фискализации. Таким образом, чтобы поставить на учет кассовый аппарат, уже не нужно лично посещать налоговую, а можно все это сделать удаленно. Здесь единственное, что нужно будет предпринимателю, это электронная подпись. Тоже можно получить ее через сайт. Кассовый аппарат после этого у нас считается благополучно зарегистрированным, и с ним уже может в магазине работать кассир. Когда покупатель оплачивает товар, то он получает чек. А дальше тут уже работает просто техника. Фискальный регистратор генерирует данные по данному чеку и отправляет в зашифрованном виде оператору фискальных данных. Соответственно, дальше эти данные обрабатываются и отправляются обратно в качестве подтверждения в кассу. А информацию уходит в налоговую службу. Также аналогичная информация передается и по возвратам товаров. Если какой-то товар покупатель вернул. Но здесь очень внимательно необходимо обращать внимание на то, что может быть возвращено, а что нет. В частности, например, косметика, если ее вынесли за пределы магазина, она уже по закону не может быть возвращена. Какие же у нас были изменения в 54-м ФЗ? Данный закон говорит о том, что каждая торговая точка теперь должна быть оснащена интернетом. И если в этот момент интернет пропадает, а кто-то совершит покупку, ну, это не совсем страшно, так как данные будут сохраняться и просто будут переданы позже. Самое главное, чтобы касса обращалась к порту и передавала информацию о продаже чаще, чем раз в 30 календарных дней. Если за это время касса не может передать данные, то регистрировать продажи и печатать чеки с ее помощью дальше будет невозможно. Вот, собственно, я поговорила с вами и рассказала о всех темах, которые планировала сегодня. Если есть у вас какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, сюда. Я на них с удовольствием отвечу. Сейчас я немножечко хочу вам рассказать о ближайших датах нашего онлайн-обучения. Какие у нас следующие породенции семинары. Возможно, вы найдете какие-то достаточно интересные для вас темы. 25 октября мы можем с вами поговорить об управлении производством и ремонтами, прикладном решении 1С ERP управления предприятием 2.4. 1 ноября пройдет вебинар «Практическое применение 1С CRM версии Корпп редакции 3.0 для управления взаимоотношениями с клиентами». 25 ноября – обзор прикладного решения 1С управления холдингом. Подробно программы данных вебинаров вы можете посмотреть на нашем сайте. Здесь ниже указана ссылочка. Коллеги, вижу ваши вопросы. Ильдар у меня спрашивает разницу между управлением торговлей и 1С розница. Ильдар, спасибо за вопрос. Как я уже немножечко сказала, управление торговлей – это система, которая имеет более расширенный функционал, чем 1С розница. В частности, с помощью нее можно автоматизировать оптовую торговлю. Там также есть возможность автоматизации складского учета. Можно ввести определенный финансовый учет и контролировать взаимоотношения с клиентами. С другой стороны, в 1С рознице более детально проработаны вопросы, связанные с бонусами, с маркетинговыми акциями. Если будет интересно, у меня есть сравнительная таблица по функционалу. Я бы могла подробно рассказать, для каких задач, какой программный продукт удобнее использовать. Да, потому что такие вопросы часто задают, как правильно выбрать программный продукт. Вот я думаю, что здесь мы можем с вами либо в серии следующих вебинаров поговорить, либо можно написать мне на почту iizotovasobakakoderline.com На все вопросы я отвечу. И рекомендации по выбору программного продукта с удовольствием вам предоставлю, познакомившись с вашим видом деятельности. Если у вас больше нет вопросов, тогда большое вам спасибо, что вы слушали сегодняшний вебинар. Ждем вас на наших следующих вебинарах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова